Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондраденок, селекционер-фитопатолог. И я хочу в первую очередь поблагодарить вас за хорошие, качественные фотографии, которые вы прислали к вопросам, которые беспокоят вас. Итак, первый вопрос. На стволе груши у одной из наших читательниц появился непонятный грибок, и она просит помочь разобраться, что это за болезнь. Конечно, фотография – это гораздо лучше, чем просто описание. Но среди огромного разнообразия грибов не всегда получается это правильно определить. Одним словом, я могу сказать, что это не лишайник, это не бактерия, это однозначно один из древоразрушающих грибков, который поселился на коре груши. Вполне возможно, что дерево пострадало зимой, немножко подмерзла кора, и грибок активизировался. То есть это древоразрушающий трутовый гриб. Я советую аккуратненько сейчас осенью счистить его любым щадящим способом. Это может быть пластиковый либо деревянный скребок, тыльная сторона ножа. Счистить на расстеленную под деревом пленку и тщательно обработать те места, где гриб поселился. Чем можно обработать? Это может быть крепкий раствор бордовской жидкости, медного купороса, абегопик, любого препарата меди. Если же этого нет, можно воспользоваться любым дезинфицирующим средством для протравки древесины, для защиты древесины от грибка. Но применяем его только локально. После того, как вы обработали кору этим препаратом, немножко подождите, буквально через неделю-другую можете повторить для большей надежности. Ну и, конечно, не забудьте про осеннюю покраску деревьев. Это надежно защитит от солнечных ожогов, от морозобоин и предотвратит заселение коры деревьев вот этими грибками и не только. Следующий вопрос. У одной из наших читательниц стала чахнуть яблонька. Кора снимается пластами. Ствол под корой бежевого цвета и уже голый. Трещины пошли вверх на развилку ветвей. Но черноты, как пишут о раке, нету. Как вылечить? Судя по присланным вами фотографиям, могу сказать, что прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Во-первых, то, что отслаивается кора, говорит о том, что, скорее всего, она подопрела. Не обязательно это может быть черный рак, когда чернеет древесина. Есть огромное количество и других менее распространенных, менее известных заболеваний. В любом случае, поражение у вашей яблони очень-очень серьезное. Тот факт, что затронута развилка и отмирание коры продолжается все выше и выше и дальше, и пошли трещины, к сожалению, только усугубляет состояние. На вашем месте я бы эту яблоню не лечила, потому что вылечить ее, скорее всего, практически невозможно. Ее следует все-таки удалить, выкорчевать и древесные остатки, вот именно пораженные болезнью, уничтожить. К сожалению, из-за погодных условий, из-за перепадов температуры бывает такое, что яблоня теряет кору из-за подопривания. Слишком мягкая зима, после которой вдруг наступает очень сильный мороз, приводит к тому, что кора даже отслаивается сама собой. И по этой коре легко поселяются и другие грибки. Либо она уже не может выполнять свою функцию из-за того, что сильно, очень сильно отделилась от древесины. Поэтому деревца мы удаляем. На будущее, чтобы такого не повторилось, конечно, это побелка, это покраска, это выбор правильного места. Сильнее всего кора подопривает у растений, которые посажены в низинах, котловинах, в тех местах, где застаивается холодный воздух, где нет его движения. Следующий вопрос. Наш читатель спрашивает, что случилось с его яблонями, и присылает нам две фотографии. Фотографии очень типичны, и вот на них как раз классический случай поражения раком. Причем, судя по тому, как активно развивается заболевание, насколько темная окраска, это классический, скорее всего, черный рак. И в этом случае тоже ситуация очень тяжелая. Судя по фотографии, которую прислали, рак охватил две развилки и очень серьезно охватил сам ствол дерева. Есть закономерность. Чем больше площадь охвата окружности ствола болезнью, раком, некрозом, тем сложнее вылечить, восстановить дерево. Если некроз, в данном случае черный рак, охватил более половины диаметра ствола, такое дерево вылечить практически невозможно. А учитывая, что, как и в предыдущем случае, задеты развилки, к сожалению, прогноз, опять же, неблагоприятный. Я советую это дерево немедленно удалить и немедленно сжечь. Его древесина не должна задерживаться у вас в саду ни на один день. Потому что споры, которые находятся на этой почерневшей коре, они будут разлетаться. И сейчас осенью они очень активно заражают свежие листовые следы, ранки, которые остались после уборки яблок, трещинки и так далее. Поэтому дерево убираем. Что сделать для того, чтобы черный рак не поселялся у вас в саду? Во-первых, я обращаю внимание на зимостойкость сорта. Раковые болезни имеют ту особенность, что они поражают деревья, у которых есть какая-либо слабинка, повреждение коры, трещины, либо низкая зимостойкость. И чаще всего раковыми болезнями поражаются южные сорта, теплолюбивые, у которых кора слабенькая, легко повреждается даже небольшими морозами. Второй нюанс. Это обязательно соблюдение чистоты у себя на участке. К сожалению, на своем участке мы это можем соблюдать, но бывает так, что, к сожалению, на соседнем участке старые деревья, которые поражены раком обыкновенным, черным, другими болезнями, они просто подсевают регулярно эти споры, заражая наш молодняк, наши молодые саженцы. Чтобы этого не было, сейчас осенью у себя в саду обязательно проведите искореняющую обработку по листу мочевиной. Если лист уже практически опал, берем препараты меди, абикопик, купраксат, медекс, бордосскую жидкость, и проходимся по деревьям, тщательно смачивая поверхность стволов, ветвей, развилок. Это в том случае, если у вас в саду не очень благоприятная обстановка с болезнями, или по соседству есть больные старые запущенные деревья. В таком случае следует хорошенько, говорится, побороться и у себя на участке, если невозможно договориться с соседями, просто проводить профилактику. Ну а дерево, к сожалению, вот это, пораженное черным раком, спасти невозможно. Одна из наших постоянных читательниц купила дачу. Но вся проблема в том, что 15 лет за деревьями на этом участке никто не ухаживал. И она беспокоится, стоит ли их лечить, есть ли шансы, или же проще вырубить. Могу сказать, что стоит побороться за здоровье ваших деревьев. Тот факт, что они запущены и заросли мхами и лишайниками, это все исправимо. Те фотографии, которые вы нам прислали, говорят о том, что, в принципе, серьезных проблем у вас в саду нет. Мхи и лишайники, кстати, с одной стороны, это хорошо. Они говорят о том, что экологическая обстановка на вашем участке благополучная. Но, с другой стороны, они же свидетельствуют и о том, что деревья очень сильно ослаблены. На вашем месте я бы сейчас, по окончанию листопада, обязательно провела бы, Во-первых, очистку коры от мхов и лишайников путем обработки обычным зольным щелоком, либо крепким раствором железного купороса. Чтобы приготовить зольный щелок, вам понадобится приблизительно 3 кг свежей древесной печной золы и 10 литров горячей воды. Отстоявшаяся верхняя часть раствора, вы заливаете этой водой золу, и есть тот самый зольный щелок. Обрабатывать им нужно именно стволы и ветви, заселенные лишайниками и мхами. Они быстренько отмирают, и через 2 недели вы можете аккуратно с кребочком пластиковым либо жестким веником, пластиковой щеткой, ни в коем случае не металлическими острыми предметами, счистить подсохшие мхи и лишайники на расстеленную под деревом ткань, пленку, что угодно, бумагу плотную, и уничтожить. Лучше всего, конечно, сжечь, либо на 2 года в компост. Там они абсолютно безвредны и безопасны. Что же касается листьев, продырявленных кластероспариозом, плодовой гнилий на сливах, с этим можно справиться в течение вегетационного сезона. А сейчас, чтобы уменьшить инфекционный запас, который накопился за 15 лет в саду, обязательно обработайте свои деревья по листве, если она еще сохранилась, крепким раствором мочевины 7-8%, либо, если листопад уже в разгаре, мы берем хороший раствор бордусской жидкости, купраксата, медекса. Не забываем про санитарную обрезку в своем саду. Удаляем все больное, поломанное. Удаляем все поврежденное. Сейчас срезы замазываем. А уже в феврале-марте месяце проводите полноценную формирующую и осветляющую обрезку. Ну и, конечно, не забываем про систему защиты сада и подкормки. Потому что 15 лет без хорошего ухода – это очень серьезно. А деревья, поверьте, при таком хорошем уходе еще долгие-долгие годы будут благодарить вас прекрасным урожаем. Мария Ханукович спрашивает, у нее на молодой яблоне на стволе появились какие-то наросты. Что это и что нужно делать с этим? Итак, Мария, эти наросты – ничто иное, как берноты или беркноты. Все зависит от того, как это прочитать. Это на самом деле не болезнь. Это небольшое физиологическое расстройство, когда на коре у некоторых сортов яблонь вдруг просыпаются спящие почки и начинают формировать воздушные корешки. То есть это не болезнь, не заразно, не передается. Такие бугорки вы можете аккуратненько счистить с них отмерзшую кору, шелушащуюся, и замазать садовым варом, бальзамом, либо закрасить садовой краской. Почему? Дело в том, что у бернотов очень тонкая поверхность коры, они легко повреждаются всякими там насекомыми и болезнями, если есть трещинка ранка. Ничего страшного, все в порядке. Это сортовая особенность конкретного растения. Большое спасибо вам за присланные фото-вопросы. Большое спасибо за то, что вы в своих вопросах правильно, грамотно обрисовываете картину, уточняете. Это намного облегчает нашу работу по помощи вам в уходе за плодовыми и ягодными растениями. С вами была Юлия Кондратенок. Большое спасибо еще раз за вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы, желательно с фотографиями. До новых встреч на нашем канале.